Сегодня в Челябинске работает 50 муниципальных лечебных заведений. Однако справиться с наплывом пациентов удается с большим трудом. Длинные очереди и часы ожидания. В поисках физического здоровья не подорвать психическое оказывается непросто. Разгрузить муниципальные здравницы решили с помощью негосударственных клиник. Частникам предложили работать по тарифам ФОМС. Тарифы фонда ОМС по некоторым показателям низковаты. Думаю, что количеством они могут в частной клинике и медокабинете небольшую выгоду приобрести. Соответственно, если удастся их заинтересовать, мы победим. Заинтересовать уже удалось десяток частных медицинских центров. И даже если большой коммерческой выгоды от такого договора не получить, соглашение с ФОМС и наплыв клиентов станут хорошим подспорьем для основного бизнеса. Я могу только приветствовать данную инициативу. Каждый медицинский некосударственный центр, он будет особенно стараться, показать свое качество, поскольку наличие клиентуры – это показатель его работы, это индикатор. За клиентов частным клиникам придется бороться. Уже этой осенью чиновники объявят конкурс на участие в программе. Обязательные условия – лицензия, сертифицированный медперсонал и необходимое оборудование. Здоровая конкуренция обострится. В итоге бороться за клиентов придется и муниципальным здравницам. В полную силу программа заработает уже в начале будущего года. Вера Горбунова, Василий Швачко, СТС, Челябинск.